21 сентября Армения отмечала 30-летие своей независимости, хотя говорить в полном смысле об этом не приходится. За этот период Армения так и не стала полноценной независимой страной, а после разгромного поражения осенью прошлого года оказалась в еще глубокой яме, чем была. Будущее Армении весьма туманно в свете того, что живущие все эти годы вымышленными историческими мифами общества до сих пор не может рационально осмыслить 30-летний период. Многочисленные эксперты до сих пор грезят эфемерной победой Армении в Первой Карабахской войне. Подобную мысль выразил и экс-президент Роберт Кочарян, высказавшийся в соцсети Facebook по случаю 30-летия независимости Армении. По его словам, Армения после поражения в войне в Карабахе утратила свою важную роль в регионе. Кочарян, чьи руки по локоть погрязли в крови азербайджанцев, которых убивали по его приказу во время хаджалинской резни, полагает, что Армения, развязавшая войну против Азербайджана и победившая в ней благодаря военной поддержке Ельцинской России, играла важную роль в регионе. Факты говорят обратное. Из-за Нагорно-Карабахского конфликта Армения превратилась фактически в российскую губернию. О какой независимости можно утверждать, если границы Армении охраняют российские пограничники, а содержание 102-й военной базы РФ в Гюмри осуществляется за счет армянского госбюджета. Кочарян также заявляет о том, что долгое время независимость Армении была связана с победой в Первой Карабахской войне 1992-1994 годов. При этом он считает, что это было частью идентичности армянского народа и поводом для гордости вооруженными силами. Общеизвестно, что Армения на фоне внутреннего политического противостояния и гражданской войны в Азербайджане воспользовалась благоприятным моментом и оккупировала 20% территории Азербайджана. Этому сопутствовали отсутствие регулярной армии, централизованной власти и консолидации внутри Азербайджана, а также военная поддержка Ельцинской России. Иными словами, временная оккупация азербайджанских земель, скорее всего, была не победой Армении, а ее самой фатальной ошибкой. Спустя много лет азербайджанская армия освободила свои земли от армянской оккупации, доказав, что с момента независимости Армения даже не смогла состояться в качестве государства. Железный кулак Азербайджана пробудил армянское общество от обманчивой эйфории. Оказалось, что Армения самостоятельно не может не только удержать оккупированные у Азербайджана территории, но и защитить свой суверенитет. Благодаря таким руководителям, как Кочарян, армянское общество оказалось на грани национальной катастрофы. Во времена президентства Кочаряна в стране царил чиновничий произвол, процветала коррупция, армяне массово мигрировали в поисках лучшей доли. В сегодняшней Армении Кочаряна воспринимают как преступника из-за убийства в Ереванском кафе в сентябре 2001 года по его приказу грузинского армянина Погоса Погосяна, а также из-за подавления в марте 2008 года массовых протестов. Однако Кочарян нынешние беды Армении видит не в себе, а сваливает вину на премьер-министра Никола Пашиняна, обвиняя последнего в том, что он превратил страну из военно-политического союзника России в ее протекторат. Хотя Армения превратилась в протекторат России, когда начала военную агрессию против Азербайджана. И сейчас единственным выходом из катастрофического положения для Армении является подписание мирного соглашения с Азербайджаном. Только в этом случае несостоявшееся государство получит шанс сохранить себя на политической карте мира.